День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как праздник тех, кто посвятил себя благородному делу сохранения жизни и здоровья людей. Об одной из самых старейших и востребованной в мире профессии смотрите в следующем материале выпуска. Готовы к оказанию помощи в любое время суток. Умеют быстро принимать правильные решения, ведь цена ошибки будет равняться человеческой жизни. Они берегут здоровье людей и всегда стараются облегчить их боль. Все это о работниках скорой медицинской помощи. Чутко реагируют на критические ситуации и спасение жизни людей в отделении скорой медицинской помощи Славянской центральной районной больницы. Только за этот год им поступило более 40 тысяч вызовов, по которым фельдшеры оперативно оказали первую медицинскую помощь. Работа очень сложная, но нужная. В наше время очень много травм, аварий, несчастных случаев, заболеваний сердечно-сосудистой системы, инфаркты, инсульты. Поэтому работа требует от нас максимального вложения своей души, сердца, ума. Ежедневно сотрудники скорой помощи спасают жизни сотен людей. Именно они, в буквальном смысле слова, могут вернуть человека с небес на землю. Такая работа требует настоящего профессионализма и огромной любви не только к своему делу, но и к людям, считает Анна Дубовик, которая более 40 лет трудится в отделении скорой помощи. Диспетчеры отделения скорой помощи также вносят свой большой вклад в оказание быстрой помощи больному. Ведь именно они и принимают вызов, фиксируют все данные пострадавшего в специальном журнале, после чего незамедлительно сообщают адрес, где ждут помощи. Сотрудники отделения скорой медицинской помощи были в числе приглашенных на торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Там чествовали лучших в профессии по итогам прошлого года. Это не только врачи, но и медицинские сестры, фельдшеры, лаборанты, санитарки. Словом, все, кто обеспечивает работу отрасли здравоохранения. Я бы хотел, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы сегодня вы получили хорошее настроение, положительные эмоции, потому что, наверное, положительные эмоции, они помогают нам жить, работать. Чтобы мы смогли приобретать вам квартиры, чтобы мы могли поднять вам заработные платы, смогли все отремонтировать, все реконструировать и, как я уже сказал, создать вам нормальные условия для вашей работы. В честь праздника глава района вручил главному врачу Славянской ЦРБ Юрию Просоленко ключи от нового автомобиля, который позволит врачам быстрее и комфортнее добираться по вызовам. На празднике были названы имена лучших медиков по итогам года в различных номинациях, а также назван обладатель самой престижной из них. Легендой здравоохранения признана Людмила Шитикова, акушерка, отдавшая выбранной профессии полвека. Также в честь Дня медицинского работника состоялся торжественный прием докторов в районной администрации. Посвятить всю жизнь людям. С этой особой миссией живет каждый медицинский работник. На торжественном приеме отметили вехи профессионального пути и заслуги каждого приглашенного. Вы обладатели очень хорошей, доброй профессии. Благодаря вашему труду на сегодняшний день мы все здоровы. Поэтому спасибо вам за труд, за ваши бессонные ночи, чуткие сердца, золотые руки. В медицину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать знаниями и отработанными навыками. Необходима душевная щедрость, чуткость и благородство. Участница приема Ирина Сницерова работает заведующей диспансерным психоневрологическим отделением. И с гордостью говорит о том, что свою жизнь она посвятила любимому делу. Очень почетно быть приглашенным главе, который оценил наш труд. Слышать поздравления в наш адрес, в адрес всех докторов. Но наша служба, как говорится, на охране здоровья нашего Славянского района. Завершился торжественный прием вручением благодарственных писем, цветов и памятных подарков врачам. Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа события.